Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я буду читать ваш текст и давать комментарии. Целиком читать ваш текст я не буду. Итак, начались проблемы в отношениях пару месяцев назад, частые недопонимания и ссоры. Здесь важен момент, когда это началось, и здесь важно понимать, что ссоры возникают из невозможности людей быть самими собой и говорить о своих чувствах, то есть по сути потеря доверия, и также от страха близости. В итоге любимый человек сказал, что уже не чувствует бывых чувств и о своих сомнениях в нашей паре. Ну, это вполне логично, учитывая, что у вас происходят конфликты. Не понимаю, может быть это следствие наших ссор, а может наоборот причина. На самом деле мне не видится это важным, то есть мне не видится важным выяснение того факта, причина это или следствие. Мне видится куда более важным, куда более значимым, несколько другое мне видится куда более важным и значимым, то что вы в принципе ссоритесь. Здесь дело совсем не в том, что вы ссоритесь, потому что ссоры сами по себе нормальны. Я не вижу в этом трагедии, я не вижу в этом проблем. Если ссоры сами по себе нормальны, то вот, пожалуй, то, как вы обращаетесь, например, с собой, со своими чувствами в критических, допустим, ситуациях, на мой взгляд, и является важной историей. То есть, о чем я здесь говорю? Я говорю о том, что возникают какие-то проблемы, да, появляются какие-то конфликты. И это, ну, мне, по крайней мере, видится нормальным. То есть, мне видится нормальным то, что вот подобное происходит. Вопрос заключается в том, как я обращаюсь с тем, что появляется у меня в конфликт, в конфликте. Как я обращаюсь с тем, как я обращаюсь с тем, что возникает в этой, ну, вот в этой ситуации. В ситуации конфликтной ситуации, ну, тревожной, да, и так далее. Вот это, пожалуй, является очень важным моментом. Вот. Как я обращаюсь с тем, что со мной происходит. Как я обращаюсь с тем, с чем, ну, с чем сталкиваюсь. Хорошо ли у меня получается с этим обращаться или не очень хорошо. Вот это важно. Вот. Поэтому вам нужно в данном случае отследить, как вы выражаете свои чувства. Ну, если вы их выражаете, в какой форме вы это делаете, если делаете, и как это воспринимается молодым человеком. Важно. То есть, воспринимается ли им это, ну, вот, именно, именно, вот, как то, что вы в это вкладывает. Или им это воспринимается как-то иначе. То есть, им это воспринимается, ну, по-другому. То есть, нет, нет ли, условно говоря, такого момента, да, что, вот, вы думаете, что выражаете одно, но вы думаете, что, ну, проявляете одно, а в действительности речь идет о немножечко другом. Вот. Вот, чтобы такое исключить и нужно отследить вам то, что вы делаете вот со своими эмоциями. Дальше, эээ, дальше нужно обязательно, эээ, сказать, что у ссоры, у любой, эээ, есть, ээээ, так называемая, ээээ, вторичная выражение. То есть, это история, ээээ, про то, что я получаю, эээ, от, эээ, конфликта, что я получаю от, ээээ, ну, ссоры. Вот. Это может быть не совсем и не всегда это может быть очевидным. Ну, для вас. А, очень часто ээээ, это может и даже отрицаться. То есть, вы можете, ээээ, в прямом смысле говорить о том, что, никакого, ээээ, ну, вообще никакого ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И я вам, я верю в то, что вы так говорите, я верю в то, что вы так считаете, но, тем не менее, практика показывает вот, что бывает вторичная выгода все же присутствует. А дабы поподробнее как-то об этом узнать, да, я рекомендовал бы вам поисследовать психологическую игру «Скандал», вот она, в смысле, психологическая игра, так и называется. Скандал, вот. А вы можете её поисследовать и, в общем, для себя эти моменты выявить. Вот. Но то, что для вас в этом есть какой-то плюс. То, что вы для себя в этом, ну, что-то видите. Это факт очевидный, на мой взгляд. Вот. Просто сейчас вы, может быть, в этом, ну, вот, не отдаёте себе отчёт. Ну, соответственно, что, задача психолога заключается в том, чтобы вы смогли найти в этом свою выгоду. Вот. Не в цели вас обвинить, а именно вот с той целью, чтобы как-то лучше вы себя понимали. С той целью, чтобы вы лучше отдавали себе отчёт в том, что с вами происходит, как и так далее. Дальше. Отношения длятся больше года. Пишите вы. Ну, соответственно, если отношения длятся больше года, то здесь имеет смысл уточнить, что изначально вас объединяло. Что изначально вас связывало, ну, вместе. Вот. И очень важно увидеть, как вы общались. То есть, как выстраивалось, ну, вот, ваше именно общение. Что это было за общение. Возможно, просто у моей пассии влюблённость прошло. Вот то, как вы называете своего любимого человека пассией, да, ну, вызывает некоторые не очень хорошие образы. Как будто бы обесценивание или, может быть, пренебрежение. А, быть может, в этом есть какая-то завуалированная важность человека, которую вы пытаетесь подавить. У меня же, наоборот, крепится чувством. Чувства со временем. Здесь интересный аспект заключается в том, что вы подразумеваете под укреплением чувств. И каких чувств. Я начала чаще идти на компромиссы. Да, вот только из какого состояния вы идёте на компромиссы. Но ситуация не изменилась. Вижу пассивную заинтересованность и всё меньше контактов встреч. Ну, это может быть и нормально. Человек понимает, что вы друг другу не подходите. Также стоит отметить, что последние месяцы моя пара работает в другом городе. И поначалу это не было проблемой. Мы общались онлайн и часто приезжали друг к другу. Да, это действительно не проблема на начальниках. Это в стадиях, когда есть влюблённость, есть страсть. То есть, когда человек как-то вот на своём собственном ресурсе, да, готов тащить. Вот. Но в целом это не очень хорошая история для отношений, когда люди на расстоянии, причём там, ну, в условиях какого-то, допустим, длительного времени. Один из первых конфликтов был на почве того, что я редко звоню и пишу первой. Хотя у меня более слабый график, я старался не отвлекать человека от дел и считал, что когда появится возможность выйдет на связь. Ну, здесь вопрос-то не в том, как бы, кто выйдет первый на связь, а здесь вопрос скорее в том, что вы как будто бы страшились, боялись брать ответственность на себя за проявление своей собственной активности, что говорит, возможно, о низкой уверенности в себе, ну и самооценке, проблемы с самооценкой. Дальше. Так, если этого не происходило, выходил на связь я. Да, то есть всё равно какая-то вот очерёдность, да, какая-то условность того, кто выходил на связь и есть. Мне всё равно, кто пишет первым, и поэтому, если это так важно для любимого человека, я начал проявлять инициативу в общении в течение трёх месяцев, она была на 99% на мне. Вот здесь как будто бы вы растворяетесь, как бы жертвуете собой ради другого. Сейчас мне кажется, это была ошибка, я себя чувствовал навязчивой. Это проблема самооценки. Навязчивыми люди себя чувствуют при проблемах самооценки. Реакция со стороны любимого человека тоже с каждым разом становилась менее воодушевляющей. Воодушевляющей кого? На что? То есть о каком воодушевлении вы говорите? То есть вы, получается, я предположу, это один из вариантов того, как я вас понял. А вы хотите сказать, что когда вы писали ему первой, вы ждали от него какой-то реакции, которая вас пишет лиц? Инициатива со стороны моей пассии зашла на ноль. Да, то есть как бы опять же здесь пассия и инициатива зашла на ноль. То есть здесь снова вы говорите, что вот мне как будто бы все равно, кто первый пишет, но в то же время я как-то вот смотрю, сколько я писал первый, да, и смотрю, как проявляет инициативу мой молодой человек. То есть это история про контроль. В данном случае. Про тревогу. Я себя почувствовал одиноко в этих отношениях и было ощущение, что только они мне нужны, только мне они нужны. Снова здесь про самооценку. Вопрос. Когда обсуждали эту тему, говорит, что любит. Что не хочет расставаться, просто знает, что может любить ярче и сильнее. Угу, 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 угу. Здесь история про то, что... Про требования. Я думал, как это сформулировать. Про требования. То есть это история про внутренние требования к себе у молодого человека и у вас к себе и к нему скорее всего. Так. Раньше строили планы на будущее, сейчас такого и в помине нет. Что значит для вас планы на будущее, вот лично для вас? Любимый человек избегает работы над отношениями. Ну, это его право, не хочет, не работает. Обсуждение вопросов, чтобы не повторять конфликтов. Думает, что отношения это всегда легко и без проблем. А вы считаете иначе? То есть, как бы, здесь интересный момент. Младой человек думает, что отношения это всегда легко и без проблем. Возможно. Возможно, это действительно так, если люди могут быть сами на собой. Проблемы и тяжесть в отношениях появляются, когда мы начинаем с чем-то внутри себя бороться. Как это делаете вы? И как это делает он? Но самое главное, что вы как будто бы с ней пытаетесь сказать, что ваш любимый человек не прав. В том, что считает, что отношения это всегда легко и без проблем. В один момент после очередной ссоры без причины. А вот вы пишете без причины в кавычках. То есть, вы допускаете, что причина есть. Какая она? Да? И крики с его стороны. Моя мотивация к такому общению сошла. Но нет, и я перестал писать за ним первый месяц, как мы общаемся. Так, а что это за сорта? Что это за конфликт? Вы какой вклад внесли в него, в этот конфликт? Хотел я попробовать отпустить, но не могу. Тревога об отношениях заменяется депрессией. Вы боитесь потерять отношения. Вы боитесь потерять человека. А что это для вас значит? Какая здесь проблема-то встает, когда вы думаете о том, что отношения закончились? Как меняетесь вы в этом? Что происходит с вами? Дальше, если мы говорим о депрессии, то здесь вам желательно обратиться к врачу-психиатру для диагностики и, значит, выяснения, есть ли у вас депрессия или нет. Потому что депрессия – это психическое заболевание. Мне сложно в них сконцентрироваться и общаться даже по работе. А вот это вновь проявление вашей, скажем так, проблемы, связанной с самооценкой. То есть человек, у которого есть подобная проблема, он действительно ни на чем больше центрироваться не может. Вот. И связано это с тем, что у человека есть проблемы с реализацией. То есть, ну, как бы, вот, есть проблема с тем, как человек себя проявляет во внешний мир. Вот. И, вероятно, вам, скорее всего, не понравится то, что я скажу, но, по-видимому, вам не слишком интересно, вот, то, что вы делаете, чем вы занимаетесь, скажем. Скажем так. То есть вас это, видимо, не слишком привлекает. Вот. И это, конечно, является, на мой взгляд, довольно серьезной проблемой. Вот. Потому что вы становитесь таким образом, по сути, зависимой. Вот. Вы становитесь, по сути, таким образом, зависимой от, ну, от мужчины, по сути. Вот. Такая вот здесь, в данном случае, получается, ситуация. Вот. То есть, то, что вы не можете центрироваться на работе, концентрироваться на ней и так далее, это говорит именно, именно о том, что вам ваша работа не слишком интересна. К сожалению. Вот. То есть, вам, если у меня, ну, вот, я бы сказал, пересмотреть свой путь, вот. Ну, может быть, это будет путь какой, да? Может быть, это будет путь профессиональный, да? Может быть, это будет путь личностный, может быть, это будет связано как-то с вашей жизнью, ну, с вашей жизнью вообще. Вот. Ну, в любом случае, на это важно обратить внимание. Вот. Потому что, вот, вследствие чего появляется зависимость, ну, вот, всякого рода любовные, например, зависимости. Они появляются в общем-то и в общем и целом именно в результате чрезмерной центрации человека на вот какой-то проблеме, ну, на каком-то факте, моменте. своей жизни. Вот. И в результате этого, значит, ну, появляется то, что мы называем зависимостью, когда вся моя жизнь, условно, ставится как бы на окон, да? Ставится на окон. Ставится в зависимость от, значит, действий, поведения, эээ, ну, человека. Ну, как бы, я надеюсь, что вы понимаете, да? Что ничего хорошего в этом нет и быть не может. Ну, в принципе. Вот. Дальше. Так. Хочу позвонить и встретиться, но тут, думаю, если он столько месяцев не проявлял инициативу, стоит ли. Вот вы снова, да, переключаетесь на него, но не на себя. Вот. То есть, речь идёт о чём? Речь идёт о том, что вы, как бы, эээ, значит, эээ, думаю о том, эээ, позвонить ему или нет, эээ, отталкиваетесь мне от ээээ, себя. А от него, то есть если, говорите вы, ты мне позвонишь, то и я тебе позвоню, если ты мне напишешь, то и я тебе напишу, если ты захочешь со мной встретиться, то и я с тобой тоже встречусь. Вот. То есть это вот история взрыва про Dash на Dash. И это история про вашу неуверенность в себя. Вот. Дальше. Дальше. Возможно ли восстановить отношения? Насчет восстановления отношений, не знаю. Насчет того. Наладить контакт, да, думаю, да, возможно. Если да, каким образом правильно действовать? Ну, вообще, я бы сказал, вот опять же, если, если как-то говорить про то, как действовать, я бы сказал, что для начала желательно бы просто, чтобы не терять контакт, желательно вернуться на какую-то более-менее комфортную для вас форму, для вас обоих, комфортную форму взаимодействия. Вот. То есть, чтобы вы общались, и не боялись. Ну, не боялись, что... там вот в следующий раз, да, вы... там, не знаю, поссоритесь, например. Вот. Там все это... довольно... серьезно... ну, тормозит... человека, и, в общем-то, делает его... не свободным. Что, в принципе, опять же, вполне нормальная, ну, вполне нормальная история. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Вот. Как-то, наверное... как-то, наверное, так. А, и дальше. А, вот. То, что... эм... то, что... то, что нужно делать вам... как мне кажется, это разбираться в себе. То есть, именно вот с собой разбираться с тем, как и что с вами происходит, значит, как вы себя чувствуете, вот как у вас есть внутренние противоречия и конфликты. И чтобы это не влияло, скажем так, на, ну вот, на взаимодействие, значит, с молодым человеком. Вот, потому что есть сейчас такое ощущение, что с одной стороны, вроде как, вы позиционируете себя в том ключе, что молодой человек вам не особо важен изначально, да, то есть, вы называете его пасей, парой. Это вроде как, с одной стороны, с другой стороны, есть ощущение, что напротив, он для вас достаточно сильно значимый. И вот, то, что вы, как бы, в этом противоречии находитесь, и то, что вы, ну, как-то, вот, знаете, пытаетесь, ну, бороться, что ли, вот, пытаетесь, как-то, пытаетесь, 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 ну, я бы сказал, быть какой-то, вот. Вот, это, конечно, накладывает опечаток, и опечаток довольно серьезный, к сожалению. Вот, такой ответ я мог бы вам, пожалуй, сейчас, ну, предложить с точки зрения, психологии и с точки зрения психотерапии и с точки зрения своего опыта, который у меня есть. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, на обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго. Обращайтесь. Вы большая молодец, что начали об этом говорить. Просто теперь нужно сделать следующий шаг. Шаг. Продолжение следует... Продолжение следует... ... ...